здравствуйте дорогие друзья сегодня расскажу вам о том что у пугачёва есть шанс стать первой леди страны юморист максим галкин может 2024 году выдвинуться в президента россии о следующих выборах в нашей стране порассуждал эксперт совета по развитию информационного общества при госдуме вадим манукян он отметил что сегодня большинство смотрит на то что произошло на украине с нескрываемым удивлением по его словам ситуация с протестным голосованием удивила мир в интернете появились масса мемов с михаилом галустианом и владимиром путиным по девизам даже не думай все это конечно очень забавно потому что все прекрасно понимают что подобная ситуация выглядит комично лично я тоже уверен что михаил в силу разных причин на подобные эксперименты не пойдет завел вадим манукян при этом он добавил что на этом фоне очень отличается риторика мужа аллы пугачёвой пока все артисты восторженно поздравляет владимир зеленского с победой максим галкин в это же время вдумчиво рассуждает галкин горит о том что пока не наступит мир в донбассе не время впадать и в эйфории он готов приложить все усилия к тому чтобы эта война закончилась высказался эксперт манукян сделал смелый прогноз вполне возможно что максим галкин в 2024 году выдвинется президента россии владимир путин свою кандидатуру выдвигать не будет это означает что у каждого кто выдвинется в президенты появится шанс отметил эксперт также он добавил что с выдержанием галкина может появиться еще одна любопытная ситуация в этом случае алла пугачёва имеет все шансы к своему 75-летию стать первой леди страны можете воспринимать этот бой с прогноз юмором а можете посмотреть на украину и возможно желание шутить пропадет резюмировал эксперт максим галкин поздравил владимир зеленского с победой на выборах президента украины в своем instagram российский телеведущий написал что раза зеленского пожелал ему удачи и сил а также отметил что его победа была заслуженной он подчеркнул что уверен в том что владимир зеленский принципиальный честный человек и что он достойно ответит на все вызовы которые ждут его на большом новом пути телеведущий также добавил что многие российские артисты после второго тура выборов наивно начали публиковать соц сетях общие фотографии из прошлого с зеленским в надежде что в скором будущем они смогут отправиться с концертами на украину дорогие друзья большое спасибо за просмотр напишите пожалуйста свое мнение в комментариях под этим видео если оно вам понравилось а если не понравилось тем более не забудьте подписаться если еще не успели нажав на колокольчик ждем вас на следующих примерах всем счастья и здоровья я поздравляю владимира зеленского заслуженной победы володя очень рад за тебя удачи сил тебе я не сомневаюсь что ты достойно ответишь на все вызовы которые ждут тебя на этом большом новом пути многие коллеги наши сегодня выкладывают фото и видео совместные с володей из прошлого это конечно немножко по-детски наивно точно так же как наивно полагать что сейчас все мы поедем на гастроли по украине нет может быть кто-то и поедет но вы знаете для меня было не так важно кто мне что-то запрещает для меня не так важно кто во власти мой давний знакомый или человек с которым я политически не согласен для меня важно мое внутреннее ощущение я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда когда я пойму что здесь своей любимой родной россии я сделал все чтобы установился мир между нашими странами чтобы прекратилась война на донбассе это зависит от каждого из нас а наши концерты это три десятое дело безусловно володь зеленский это наш давний знакомый но это не отменяет того что он все-таки отвечает на доверие и чаяние его избирателей среди его избирателей много радикально настроенных людей он им благоволит пусть не так громко как порошенко но тем не менее благоволит чем вряд ли я или еще кто-то из моих знакомых может согласиться поэтому все это не отменяет политических разногласий но я знаю одно что володя человек принципиальный и честный и надеюсь что при взаимном движении навстречу друг другу наших стран что-то получится безусловно это всегда встречный путь невозможно чтобы эту трагическую ситуацию которая сложилась между россией и украиной решил один пусть даже очень хороший человек и надо отдать должное петру алексеевичу порошенко он мирно передает власть это его большая заслуга и вообще та система которая выстроилась последнее время в украине позволила прийти в политику абсолютно не системному человеку что из этого получится мы узнаем в ближайшее время но я не сомневаюсь что володя зеленский человек которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса не прогнется под любую политическую систему потому что я искренне верю что громкие трубы шоу-бизнеса посильнее политических не забудьте подписаться на канал если кто-то еще не успел чтобы вы знали о новых премьерах всем счастья и здоровья субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...